...по этой теме, вот, и там результаты не очень получились, потому что данные были не очень хорошо готовы, вот, сейчас я хочу скоро еще раз этот эксперимент повторить, но тогда, видите, тогда у меня, я, тогда еще не было вот этих моделей глубоких, я поэтому Word2Vec пытался как-то улучшить, вот, но сейчас я понял, что лучше это делать вот сразу на sentence-based моделях, у меня вот есть какие-то наработки уже, я вот сейчас занимаюсь именно этим, то есть я хочу, используя композициональность, там, то есть формируя там слова из морфем, а предложение из, ну, через синтаксис, эту информацию внедрить в модели и, ну, и посмотреть, будет ли это как-то улучшать, улучшать поведение языковых моделей, либо они сами уже все выучили, и это все уже не нужно им, ну, вот так, если в двух словах. Теперь можно рассчитывать, что вы через некоторое время можете нам рассказать ваши результаты? Ну, может быть, расскажу, но вряд ли это будет скоро, пока непонятно, получится, не получится. Хорошо. Мы работали логико-вероятностный поиск сочетаний слов, вот, и вот мой, так сказать, бывший аспирант, он проделал такую работу. Он сравнил методы логико-вероятностного предсказания взаимодействия слов, как в барсе, то есть здесь несколько слова нужно предсказать третье. И сравнил это с методом глубокого машинного обучения, как раз где слова переводятся в векторами, с непонятной размерностью. Вот, и мы показали, что на самом деле не нужно переводить все эти слова в вектора, делать длинную их непонятную предобработку, а можно получить такое же предсказание с таким же качеством, причем, и это написано в нашей статье, то есть эта статья есть, ее можно прочитать. Вот, и получить неинтерпретируемый и ничуть не круче результат. То есть не лучше ли, вместо того, чтобы гнаться за нейронными сетями, вот, посмотреть и промоделировать с помощью логико-вероятностных методов те же самые результаты. Причем я могу точно объяснить, в каком случае, так сказать, вот эти методы, они в том числе имеют отношение к моделям нейронных сетей, причем таким образом, что я могу точно доказать, что можно использовать нейроны принципиально более точные, чем те, которые используются в стандартных нейронных сетях. И можно промоделировать логики-вероятностные, так сказать, методы с большей точностью и получить, так сказать, результаты не менее, так сказать, слабые. Но это, правда, требует огромной работы, но это может оказаться, так сказать, очень важным. Почему? Потому что в логико-вероятностных интерпретациях там все понятно, там понятен смысл взаимосвязи слов, там все читаемо, а не то, что там какие-то точки в векторном пространстве. Вот. И это могло бы быть, так сказать, по перспективности ничуть не хуже. Вот у меня такой вопрос. Так, хорошо. Вы много сказали. Давайте я отвечу на то, что я запомнил. Ну, там было что-то. Не нужно ли там гнаться за вот корпорациями? Ну, конечно, да, сейчас это вообще не имеет смысла, потому что такое только корпорации могут позволить себе обучать эти модели. Но что могут исследователи? Это брать модели, которые уже обучены, и ставить какие-то эксперименты. То есть смотреть, насколько хорошо вот эти нейронные сети могут решать те или иные задачи. Вот тоже, например, вот это knowledge-based, это knowledge-based, да, вот эти, такое задание, это было придумано, по-моему, как раз вот в академии, да. И в Word2Vek анализировался вот эти, ну, не в Word2Vek, а вообще дистрибутивные модели, и морфологическая, и вообще композициональность. Это тоже люди эти вопросы ставили именно в академическом сообществе, а не в корпорациях. Вот. Поэтому, вот. Что касается вот моего именно мнения, да, то, ну, вот мне просто интересно заниматься именно этим, да. Если вы меня как-то, ну, свою статью, наверное, скинете куда-нибудь, я не знаю, там сейчас в Телеграме есть, наверное, там, ну, разберемся, да. Вот я посмотрю. Но пока что, почему я рассказал про это, потому что, ну, просили, да, люди, и часто это используется, это, как сказать, на хайпе. И, ну, вот, я решил это рассказать тем, кто про это не знает. Конечно, есть разные подходы, но вот логика вероятности, ну, наверное, там есть какая-то перспектива. Но у меня, в общем-то, тогда встречный вопрос. А вот я несколько проблем, да, поднимал сегодня этого. Ну, видимо, логика вероятности, подход может разрешить проблему Bag of Words, да, порядка слов. А может ли он моделировать, например, представление сабворд, да, слов, то есть неизвестное слово какое-нибудь, например, например, 1584-этажное, да, может ли, может ли ваш подход работать с такими словами? Ну, и там какие-то еще были, вот, допустим, неоднозначность, да, там, мама купила лук, да, как у вас это будет проанализировано? И что-то, что-то... В точности так же. То есть будет искаться закономерность, но дело в том, что те закономерности, которые мы ищем, они ищутся, логика вероятностной модели, которая намного сильнее того, что вы рассказываете. То есть там ищется вот предыдущих слов, предсказать следующее на основании, так сказать, даже их порядка взятого в том виде, как они есть. А можно намного более точно анализировать то же самое. Вот. Просто можно взять абсолютно ту же модель, но заменить, положим, в тех же нейронных сетях. Те нейроны налогико вероятностные, и вы заведомо получите более точный результат. На самом деле, вот ту статью, которую я вам, так сказать, могу переслать, если вы хотя бы ее повторите, это уже будет бомбовый результат. Просто повторите эту статью. Потому что там получается сравнение с глубокой нейронной сетью, а результат интерпретируем. Евгений Евгеньевич, можно согласиться с вами, но, тем не менее, знать то, что там у них делается, тоже очень полезно. По крайней мере, тот список задач, который Даниил сформулировал, вы же сами говорите, что можно, используя ваш подход, как раз попытаться решить и сравнить. Главное, сравнительный анализ, чтобы не ковыркаться. Они проделали путь вслепую, так сказать, пройдя вот эти перекуррентные. По этому пути, который нам сегодня был рассказывал, понятно, как брать логики вероятностных моделей, что из них. Путь интерпретируемый и принципиально более точный результат. И в этом, мне кажется, обзор был полезен, что нам показали путь, каким они прошли. Разумеется. Я же не говорю, что это надо куда-то, так сказать, это не учитывать. Учитывать, конечно. Но просто весь мир переходит на интерпретируемый результат. И здесь тоже пора, так сказать, пробовать переходить на интерпретируемый результат. Здесь вы пора, так сказать, что нужно заниматься объяснительными аспектами. У кого еще какие-то вопросы? Это очень интересный заклад, где-нибудь его можно почитать, выложить, выложить. Да, я думаю, что надо как-то, так сказать, можно распространить это или куда-то выложить. Ну, слайды, давайте я слайды куда-нибудь выложу. Так, а смотрите, в чат, смотрите, да, я в чат, так, а тут хром. Ну, давайте, смотрите, в Телеграме же все есть, да, в чате. Я туда отправлю презентацию, да, файлом. И там есть все ссылки на вот репозитории, где вот курсы читал в прошлом году. И там есть даже некоторые главы, которые прям с текстом. Вот, некоторые главы не вышли, но там есть слайды. Есть литература, либо фамилии авторов, которые хотя бы что-то сделали. Они на русском или на английском? Слайды на английском, все на английском там. Есть у кого еще какие-то вопросы, замечания, выступления? А вот эта работа, она делается в рамках какой-то аспирамской темы или в рамках чего? Или в рамках проекта? Какая работа? Ну, вот то, что вы сами уже делаете. Это я делал бакалавровский диплом, вот, а сейчас я занимаюсь этим для себя, можно сказать. Не, ну для себя как? Это в рамках какого-то лаборатории, проекта, организации? Для себя. То есть у вас работа с этим не связана? Нет, она чуть про другое, но вот похоже, но чуть-чуть не то. Это ваше хобби? Ну, можно сказать, да. Интересное хобби, да. А вот хотел бы мне подскажать, вот система машинного перевода, Google-переводчик там, вот, Яндекс, они на чем основаны? Вот Google, у них была статья, по-моему, в 2016 году, вот на трансформерах. То есть вот этот Attention Usel Unit статья, вот она была сделана как раз ресерчем из Google. То есть сейчас там все на трансформерах. Ну, конечно, наверняка есть какие-то дополнительные там ручные какие-то, юристики, например, там какие-то корректировки и так далее. В Яндексе тоже перешли на систему трансформеров, но там вот они очень интересно добавили. У них там есть две модели. Одна из них вот нейронная, да, а другая статистическая. Ну, есть статистический машинный перевод, да, который там в 90-е развивался до 2014 года. Вот, и у них там чуть более интересная такая структура. То есть там выдается, есть еще какая-то модель, которая сверху. Короче, вот вы вводите текст, например, на английском, и вам обе модели нейронная и статистическая переводят его. Потом какая-то третья модель оценивает, какой из них лучше, и выдает тот, который лучше. Потом вы можете кликнуть, типа, мне не понравился перевод, вот, и вам предложат второй перевод, который другой моделью был. Вот, и они обучают таким образом несколько моделей. И вот я, кстати, был на лекции одного ученого очень крутого, который как раз BytePair & Codings предложил для машинного перевода. И вот он занимался переводом, который сейчас в Яндекс тоже внедрили. Они там анафоры резолюшн еще разрешали. То есть большинство там сейчас на нейронных сетях основано, но там какие-то, конечно, небольшие части наверняка есть и на правилах, и на классическом машинном обучении. Вот, но поскольку я там не работал ни в Гугле, ни в Яндексе, более точно я вам не могу сказать. Спасибо. Еще кто-нибудь? Так, можно пара вопросов? Интересный доклад. Значит, первый вопрос. Вот, в принципе, можно, когда вы делаете вот этот Word2Vet, ну и, на самом деле, в третьем методе, да, можно брать исходный текст, да, то есть слова в том виде, в котором он не в текст. Можно брать последовательность именно нормализованных форм уже. То есть сначала провести нормализацию, потом брать. Вот. Что будет работать лучше, что будет эффективнее, или можно и то, и другое комбинировать? Ну, это такой чисто практический вопрос. То есть нужно попробовать разные методы, и тот, который будет лучше, тот лучше окажется. Но традиционно считается, что для русского языка, если Word2Vet, да, какой-то, то нужно делать лимитизацию, да, там, для английского языка можно, наверное, ничего не делать. Но токенизацию, по крайней мере, нужно провести какую-то. То есть это такой вопрос, тут нет какого-то ответа точно. Но вот я могу только сказать, что вот в трансформерах, да, вот в этих моделях, там, по-моему, вообще никакой лимитизации, ничего не делается-то. Только байт-пайрон-кодинг, даже пунктация, по-моему, так и оставляется, и все это все дальше выучивается. Понятно, спасибо. Еще вопрос. Вот, скажем, как раз вот по поводу, там, значит, того, что говорили, то, что то, может быть, находится в разных формах, да, ну, это амонимия, в том числе, и амонимия. Значит, то есть, в принципе, можно брать, опять же, чисто вид слов, да, можно еще учитывать какие-то дополнительные характеристики, скажем, морфологические характеристики слов, дальше вплоть до антологии, где какие-то смысловые связи там, ну, хотя бы там общий частный и так далее. Вот какие-то тут работы проделываются, я имею в виду, сомещение и аппарат нейронных сетей, и можно еще, кстати, рут без сетей, то есть, логические правила, да, то есть, рассматриваются ли подходы, когда и вот это вот мощные нейронные сети, плюс еще какая-то дополнительная языковая, техническая информация. Ну, наверное, рассматриваться, вот я в том числе, вот такое делаю, когда, ну, точнее, хочу с этим работать, у меня есть представление, как это должно быть, но я это пока не реализовывал. Вот, но вот я, по-моему, даже Albert, это одна из модификаций Bertha, где используется еще knowledge-based, то есть там наверняка какие-то есть инструменты, которые, например, выделят какие-то сущности, какие-то отношения между ними или там наоборот. Ну, короче, наверняка есть такие подходы, но я про них не знаю, я вот не интересовался этим. А скажем, в практическом применении там Google, Яндекс, они что-то такое используют или чисто не выносит? Ну, я думаю, что используют. Например, когда вы в Google вбиваете, допустим, я не знаю, время в таком-то городе, да, вам специальный блок такой вывозит, да, что там время такое-то, да, или погода на завтра. Вот, то есть там, помимо того, что поиск, да, осуществляется, определяется тема, которую вы хотите, или интент. Вот, если это что-то стандартное, например, в каком году родился там такой-то, такой-то, да, и вам выдается страничка с биографией, да, его. То есть там используются некоторые вот частные алгоритмы для каждого из типов запроса, да, то есть вот есть некоторые популярные особенно темы, где вот они сначала, ну, наверное, определяются тоже с какой-нибудь нейронной сетью, но потом на основании, например, базы данных, да, у нас выдается ответ, что он родился в таком-то году или там в таком-то месте или там еще что-нибудь. Вот, то есть там, конечно, все комбинировано, но вот это относится и к тому, что до этого отвечал, я не работал там, поэтому не знаю, что, как оно там работает прямо глубоко. Но у меня представление такое, что машинное обучение плюс все, что может быть, потому что если что-то может улучшить, работу, какую-то систему, то почему бы это не применять? Ну и в гугловом переводчике тоже, да? В переводчике, не знаю, то, что там трансформер, это 100%. Есть ли там еще что-то, это я не могу сказать. Спасибо. Спасибо. Еще кто-то? Мы уже занимаемся. Можно вопросик, да? Да, полтора, да, пять. Да, вот такой вопрос. А почему, скажем, нейронные сети, да, в последнее время уделяют такое большое внимание, скажем, генерации текста, да? Ну вот, как там, типа, по слову, там, следующее слово и так далее, да? То есть в этом, в принципе, смысл я не совсем понимаю, да? Потому что, ну, скажем, богатство языка, оно довольно-таки большое, да? И за одним словом может, ну, точно не одно слово следовать, да? Вот. И что они хотят этим достичь условно? Ну, вот в прошлый раз поднимал, говорили в общих словах, да, об искусственном интеллекте. И одно из свойств того, что там может делать человек, да, это производить тексты. И до этого, вот до, там, последних лет, ну, очень плохо все было с этим, да, с производством текстов. Где это может быть использовано? Ну, в том же машинном переводе. У вас, скажем, есть, ну, какой-то вектор, да, который вы получили вектор, там, на французском закодированный, либо несколько слов. И вы должны произвести текст, правильно, чтобы получился хороший, качественный перевод. То же самое касается и ответов на вопросы, да, когда у вас есть, ну, та же, допустим, база знаний или еще что-то. И вы должны сформировать на основе того, что у вас есть какой-то хороший текст. Либо если вы делаете, там, чат-бота, либо какого-то ассистента, да, который тоже должен вам на естественном языке отвечать какими-то хорошими текстами, да, что вы должны сделать там в таком-то порядке, да. Вот несколько хотя бы примеров, которые есть. Ну, и, в принципе, интересно посмотреть вот те же задачи генерации текстов, текстов, ну, вот по началу, да, насколько, насколько, ну, там есть разные метрики, как это, допустим, флюенски, да, насколько у нас разнообразная лексика и так далее. Это тоже само по себе представляет интерес, как и Natural Language Generation. Ну, и можно поискать, наверное, где это еще может применяться. Но вот основные несколько направлений, которые мне пришли в голову, я уже назвал, там, машинный перевод, ассистенты, разные, там, question answering и чат-боты. Ну, такой вопрос еще. А шаблоны некоторые используются для построения? Шаблоны вряд ли. Ну, может использоваться, но еще раз, это кто там, кто хочет, может использовать. Если что-то возможно, наверняка это делается. Ну, я с этим не знаком, что шаблоны какие-то. Ну, то есть, наверное, в каких-то банках, в каких-то коммерческих, да, компаниях, где нужно по шаблону какой-то ответ, да, построить, наверное, там, наверное, там это есть. Но, конечно, это не будет давать там решения на все случаи жизни, только, может быть, на какую-то частную подобность какую-то. Ну, вот в цитологии генетики там они как раз делали систему обработки текста и выявления разных связей, как раз использовали шаблоны. Ну, как может быть, есть более общий, так сказать, вопрос. А эти системы, они в состоянии порождать смысл? Например, так сказать, обработать большое мастив текстов и для отдельных слов выписать их более-менее точное определение. Вот. Или, опять же, относительно темы шаблонов. То есть, формулировать некоторый запрос в том же Яндексе или еще, так сказать, в каком-нибудь поисковике, но не таким образом, что там просто по ключевым словам искать соответствующие темы, а искать соответствующие темы по смыслу запроса. Так. Я, честно, пока вводил в строку название статьи, чуть-чуть прослушал. Но, в общем, что-то первое было про генерацию определений. Да, я видел такую статью, даже присутствовал на диалоге этой российской конференции по компьютеру и лингвистике в 2018 году. И потом это на ACL представлял студент российский. Вот. По-моему, Definition Generation называлась эта штука. Вот это на основе скипграмм, по-моему, и там еще кое-чего, и байсовских моделей. Вот. И там, да, там получались определения. То есть, вы вводите слово, допустим, там, hand, да, и он вам выдает там какое-то определение. Но, конечно, оно не всегда было какое-то полностью связанное, да, с текстовой точки зрения. Но, по крайней мере, там какие-то релевантные слова получались. То есть, более-менее что-то в этом направлении было. Но это еще было два года назад на вот таких простых амбейзинговых моделях. Я думаю, если задача с этим вопросом, то можно сейчас с помощью трансформеров получать намного более качественное определение. Вот. Второй вопрос простой был. Напомните, пожалуйста. Ну, опять же, так сказать, оно касается смысла. Чтобы вот в Яндекс положим задать вопрос, вот, но не так, но чтобы Яндекс нашел на него ответ не в соответствии с тем, какие ключевые слова в этом запросе были, а в соответствии со смыслом этого запроса. Ну, вот, какие модели есть, там они как-то, какой-то смысл там и хранится латентный. Вот. Но я думаю, еще очень мало исследовано вот в этом плане, да, какие там, какие действительно, что там из смыслов там действительно сохраняется в этих моделях, что они могут, что не могут. Вот. Я думаю, в ближайшие годы такие исследования будут. Илья Генч, ну, а что ты спрашиваешь? Здесь все модели, которые рассказывались, они планировали, они базировались на статистике, по сути дела. Это все понятно, но, так сказать, я уже не знаю всю литературу. А вдруг есть литература, касающаяся определения смысла, определения, что это такое и как вы искать. Вот я поэтому, судя по всему, таких работ, ну, наверное, просто нет еще. Вот там было интересное замечание, Данила, которое вы, значит, снабдили результат, когда машина заканчивала ответы, то есть про прочерки, и она формулировала наиболее вероятные слова. Да, и вы там говорили, что даже недообученная нейронка уже могла, так сказать, какие-то вполне осмысленные ответы. Вот. Дальше куда-то пошло это исследование? Не знаю, ну, это 2019 год, то есть, может, там что-то есть, но, может, еще не опубликовано. Это близко к тому, что спрашивает Евгений Евгеньевич, потому что, если она даже на таком уровне, то есть ей нужна какая-то надбавка к этой сети, которая могла бы запоминать такую удачную, успешную, так сказать, подстановку. И это уже знание в некоторой конкретной. Хорошо, есть еще какие-то вопросы? Мы работаем с вами уже час сорок. Ну что, наверное, тогда поблагодарим. Очень интересно. Доклад, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Большое спасибо. Было интересный. Интересный был доклад, да. Очень интересно. Сейчас надо только выложить презентацию. Да, тогда в телеграмм скину, да, если никто не возражает в слайде. Вот, и там все ссылки есть. А можно на электронную почту? И на телеграмм, да. Вопрос такой. Следующее заседание. Я слышал, Антон Колонин хотел бы сделать сообщение. Данто.